МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир продолжает криминальные новости в студии Зоны Икс. Виолетта Соколович. Здравствуйте. Специалист широкого профиля, но все-таки небольшой квалификации. О своих способностях 41-летний меньшанин сейчас рассказывает милиции, где, когда и как потрошил небольшие магазины, автомобили, аптеки или кофейные аппараты. Как правило, те, что не были оборудованы сигнализацией. Мужчину подозревают в серии краж. В настоящий момент известно минимум о 10 фактах его преступной деятельности на территории Московского и Советского районов. Дайджест криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. ЛСД, МДМА, Гашиш. Забрали дурман накануне в столице. Продать собирались на территории Гродненской области. Трое дилеров. Следователи уже возбудили уголовное дело. Незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Наказанием может стать лишение свободы на срок до 15 лет. Поставщиков и покупателей запрещенных веществ фигуранты сами искали. Оперативники наркоконтроля УВД совместно с коллегами из Гродненского РОВД задержали троих жителей областного центра в возрасте от 20 до 27 лет. В тайниках обнаружены изъяты наркотики различных видов. Марки ЛСД, таблетки МДМА и Гашиш. Пытался вывезти из страны крупную партию металла житель Витебска. Ему грозит крупный штраф и конфискация груза. А товар изъят. Водителя грузового ИВЕКа остановили сотрудники ГАИ по запросу службы БЭП. При осмотре транспортного средства милиционеры обнаружили свыше 9 тонн лома и отходов черного и цветного металла на сумму около 21 тысячи рублей. Груз перевозился без сопроводительных документов. В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Республики Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов. Открыли сезон новогодних елей по заманчивым ценам. Мошенники. Все чаще белорусы попадаются на удочку аферистов под предлогом продажи праздничных деревьев. Очередной случай в Пинске. Схема классическая. Женщина нашла в Инстаграм предложение о продаже ели, но после предоплаты 410 рублей. Продавец просто заблокировал потерпевшую. Точно на такую же аферу попала жительница Гродно. По сути, за картинку в интернете она перевела мошенникам 150 рублей. Только вот выгодное, на первый взгляд, предложение закончилось блокировкой и потерей денег. Школьник переезжал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса авто. Инцидент произошел в агрогородке Михановище. Как сообщают в ГАИ, 12-летний велосипедист не спешился и стал пересекать проезжую часть вне пешеходного перехода, когда его сбила автоледи на Пежо. Ребенок в больнице. В Варшанском районе в ДТП с диким животным погиб водитель. Трагедия произошла накануне вечером на автодороге М8, Витебск-Гомель, граница Украины, вблизи деревни Ставры. Сообщается, что водитель Рено не успел среагировать на лось, а животное выбежало на дорогу. 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Лось также погиб. Проехал на Красный и угодил в ДТП. Уже в Минске водитель Киа ехал по проспекту Рокосовского и на пересечении Сплеханово продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. Это и стало причиной столкновения с микроавтобусом «Фольксваген». Тот как раз ехал на зеленый. Шофера последнего авто доставили в больницу для обследования. После ДТП в Волковыском районе работники МЧС спасли водителя. Сообщается, что вблизи райцентра столкнулись «Тойота» и «Форд». После удара водитель первого авто оказался зажат элементами кузова. С помощью специнструмента спасатели смогли его достать и передали медикам. В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован. Водитель и пассажир «Форд» не пострадали. Пошел в лес за грибами, но не смог найти путь домой. В Стародорожском районе спасатели отыскали в лесу пенсионера. Мужчина блуждал в чаще больше 12 часов. Бойцы МЧС все это время не прекращали поиски. В итоге грибник был найден. Медицинской помощи он не нуждался. Сработали по профилю, но клиент оказался нетипичным. Вне свежилось, застрял в заборе и не мог выбраться самостоятельно. Спасатели в считанные минуты справились с задачей. Разжали прутья ограждения и освободили Сахатова. Лесной зверь на свободе. Это был проект «Зона Икс». Итоги дня с понедельника по четверг на Беларусь 1 после 10 вечера. Не пропускайте эфир программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова